Малышев тут? Да. Малышев вообще. А тот, кого уже сел и пишет объяснение. Сервис. Было бы здорово, конечно, если бы он поприсутствовал при допросе. Потому что не прорывай бы. Так, Александр Леонидович, вы приглашены в качестве свидетеля, разъясняю вам права, трудословленной статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации, административных правонарушений. Также статья 51 Конституции Российской Федерации, мультиправных средств для всех близких родственников, а также статью 17.9 Кодекса Российской Федерации, задача заведенного ложа показаний, зачитываемого статью 25.6. В качестве свидетеля по данному правонарушению может быть вызвано лицо, которому могут быть известно обстоятельства дела под подлежащего установления. Свидетель объявится по вызову судьи, органов, должностного лица, производства которых находится дело вместо такого правонарушения, дать правильные показания, сообщить все известные ему по делу, все известные ему по делу, ответить на поставленные вопросы, достоверить своей подпись в соответствующем протоколе и правильное занесение его показаний, свидетельствовать против себя, самому близкому своего сокруга и близких родственников, подавать показания на родном языке и на языке, которым владеет, пользоваться без слабой помощи переводчиками, делать замечания по поводу правильности и занесения его показаний в протокол. При опросе несовершеннолетних свидетелей, не достигшего возраста 14 лет обязательства присутствия загога для психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершенного свидетеля. Свидетель предупреждает административное ответственность к задаче за видом вложенных показаний, что он сказал, статья 18.9, предусмотрен, на отказ и выполнение от исполнения обязанностей, предусмотрен частью 2. Настоящий свидетель несет административное ответственность и предусмотрен настоящий подвоз. Примечание ст. 51 Конституции, который он также объявил, имейте право не сидеть в настоящей саде под близкими родственниками, где принимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Вам все понятно? Да, все понятно. Русским языком водил. Сегодня у нас 12 декабря, время 19.15. Итак, начиная с фамилии и имя отчества, дату рождения, фамилия и имя отчества за рождение, место рождения, семейство, достовережье личное место жительства, банкетные данные полностью. Дальше распитие из-за статьи предусмотренного, которую он зачитал. Задача заведомого уже попадания. Вы с ним не захотелось бы. Далее будет задан вам ряд вопросов, на которые вы обязаны ответить. Может проведем Арсентьева приводом? Ваши сотрудники порядуются. Арсентьев под белые ручки. Да, вот не смазано жаль, что, конечно, не допустил Андрей Николаевич свидетеля. Что говорите? Ну, любое лицо может допускаться, которому известно обстоятельства. Может и должно. Да, сейчас бы... Ну, в принципе, мы его и сейчас могли бы пригласить, но я просто не знал, что мы будем сегодня рассматриваться здесь. В принципе, мы можем даже отложиться, допросить нашего свидетеля. Несмотря на то, что он не внес его в протокол, это же не значит, что его там не было. Давайте с одним закончим. В мере поступления свидетелей. Могу задавать вопросы? Сначала я задам? Да, да. Александр Евгеньевич, поясните нам, пожалуйста, данный гражданин вам знаком? Знаком. При каких обстоятельствах познакомились? Какие у вас отношения с данным гражданином? При взятых отношениях не имею. Мы познакомились в момент составления материала за нарушение стратегии нас, для нас происходят еще все наступало. Число... Можно напомнить число? 22 ноября. 22 ноября. То есть при каких обстоятельствах... Вообще, напишите, что происходило 22 ноября как вам рассказать? Написать? Нет. Рассказать еще как было. Внесли службу совместно с лейтенантом полиции Денисиенковым Андреем Николаевичем У нас уже на автомашине Шкода Ольга 0883 99 22 Ну сразу пишите, давайте чтобы не затягивать. Не смогу так писать и объяснять. Да, вряд ли получится. Да, вряд ли получится. Да, я так объясню. Давайте по каждому вопросу мы будем задавать, вы будете писемно отвечать и зачитывать все. Так, на чем основывается? Так, внесли службу совместную по территории Тушино. Примерно где-то в 0,50 следуя по бульвару Яна Раиса со стороны улицы Сходинской в направлении улицы Туринской. И на пересечении этой данной перегрестки заметить, как автомашины серебристов света груз номер 040, полностью не помню, с проекта перегрестка на запрещающий сигнал светофора. А именно, без включенных дополнительной секции светофора стрелочки налево. Данный водитель совершил поворот, следовал в том же направлении, что и мы, с поворотом налево на улицу Туринская, в сторону улицы Походинской проездки. Был остановлен составлен материал в статье 12.12.6.1. Напишите за этот ответ. Дальше поступить ряд от вопросов. Просями на турах? Да, все просями. И чё, блядь... Эээээ, такие чё, такие. Суще они такие, блядь. Пока не попадет на нормальную хуйню. Что, по-моему, просто, блядь, целую жопу курсов носовали, блядь, и всё. Чего нахуй? Может мне к нему сходить? Сейчас не будет причин остановки, сейчас я все здесь лягу нахуй Причина его остановки, дебил ёбарочка С часом нахуй Пидай, там пока охота будет сходить, даров закончен Специально едут, бери Оськин, что там делать? Да я не знаю нахуй пизду, что там Оськин делать Братья скажут, тупые нахуй Сразу напишут, что изначально согласен, водитель А как вы видите, дорогая? Здесь молодой сидит Писофронов Он не знает, как у вас Здесь молодой сидит, там где-то он скидывал фотки Справа прижимаемся Никогда я купил билет на конце Я ж там не спрашиваю Я просто кайфу А мне шутка все Мне так очень приятно, что там прыгают Чтобы ёжу было приятно А не день, понимаете? Мюша не может Блять мне такая штука Скажем Я не могу не спешить Но я такая штука Не факт, что мы завершаем машину Не уйд Нет! Мюша, так и... Закончил? Так, скажите Ответьте на вопрос такой На светофорном объекте Имелись ли Стрелки направления движения? Кунтурные стрелки, да, имелись На основном светофорном объекте То есть на разрешающих стрелках Прямо и направо движения Дополнительные секции светофора были? Были Заключить на вопрос А я уже написал В указании Дайте мне свое описание Могу зачитать? Да, спасибо большое 22.10.18 у меня служба совместно с инспектором ДПС Инспектором бензинового служебного ТС Шкора В основном на 8.8.3 по территории района Тушина Игорь Замаску Примерно на 50 следует Побывару Янагамиса Со стороны улицы исходного направления Улица Туристка И перед Перед нами следовал Фомашин Моцубисиный мусорок Который следовал В том же направлении И проехал перекресток А именно, совершил поворот налево На улицу Туристка На заключающийся светофор При включенной Дополнительной секции светофора Стрелки налево При включенной Основном Что это? Основного А Основном Основного При включенной Основного Светофора Разрешающий сигнал Зеленый С нанесением Контакт на стрелочную Стрелочкой Стрелочкой Прямо и направо Данная машина была Основная Основная В отношении Водителя Данная машина была Составная Административная Материал По ст. 12-12 Стрелки Будете читать? Да не Я верю Я слышу Я Вопрос еще После Остановки К Насколько Средства Кто Подошел К Водителю Стрелки Я Подошел Подошел Представился Водитель Водитель Была объяснена Отличная Стрелочкой Что Вы нарушили Данную Водитель То есть А Разъясняли Вы Водителю Что Будет составлен В отношении его Административного Материала Да Водителю Было предложено Пройти в патронную Машину Либо Остаться на месте Для составления Административного Материала Что Ответил Водителю Я Остану Запишите Разрешите Я поставлю Очень важный На мой взгляд Вопрос Давайте Дополнительно Пускай Вы Дополнительно Зададите Вопрос Я Ваш Вопрос Хотел бы Уточнить Административный Материал Состоит Из Некоторых Нескольких Документов Процессуальных Административных Материал Постановления 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 Вы это сообщали водителям Я сообщил Подождите Давайте Задам Вопрос Мы не будем Балаган Вы Пригласили Водителя Для составления Административного Материала Какого Административного Материала Вы Для чего Водителя Машину Пригласили Выписать Постановление За данное правонарушение Водителя Был не согласен с нарушением Когда Вы с ним общались При общении Водитель Задал вопрос Имеется ли Фото В виде фиксации Доказательства Доказательства То есть Водитель Проехал На На Что Визуальный контроль Еще Никто не отменял То есть Он Не говорил Что Несогласен Не было Стороны Водителя Так Не успею Пишите Пишите Ну вот он Инспектор Свидетель Точнее Пишет уже Объяснения Которые будут Приобщены К материалам дела Однако Считаю Заданный Вами вопрос Недостаточно Уточнен Вот И следует Перед тем Как Свидетель Будет писать Своё объяснение Считаю Очень важным Необходимым Для полного Объективного Правильного Рассмотрения данного Дела Задать вопрос Следующим образом Если Вы мне позволите Я его задам Да Я уточню Вопрос Таким образом Водителю Разъяснялось ли О том Что данное Правонарушение Вменяемое Правонарушение Будет Рассматриваться На месте Нет Спасибо Занесите Пожалуйста Для себя Необходим Не Нет Хорошо А кем Было сказано Что Пройдите В данные Транспортные средства Для составления Административной 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 Полиции Долженностной Лису Имеет право Вынести Постановление На месте В случае Несогласия Уже Административной Административной Пройти Для составления В патрульный Автомобиль Предложение Оно Достаточно Правильно Я вас понимаю Вы киваете Главу Да Достаточно Спасибо Отвечайте На вопрос Который Вам задали Да Это Вами Объявлялось Подождите Давайте Ответим На вопрос Да Пусть запишет А то Сейчас он запутан Защитник Правильно Подправил Мой вопрос Вы разъясняли Права И обязанности Водителя Нет Немножечко Объявлялось О том Что дело О том Что дело Будет рассматриваться На месте Первый вопрос был Кто подошел К данному Транспортному Средству Вы пишите Ну Описывайте Произошедшее Кто подошел К данному Транспортному Средству Это был Первый вопрос Еще имеется Образ Да Конечно Ну Вы В данном Производстве По делу С самого начала Являетесь Свидетелем И я бы Вот хотел Я вас немножко поправлю А они оба Являетесь Свидетелем Ну Оба Да Оба Да И должностными лицами И должностными лицами Обновременно Да Инициаторами Но Однако Кто Уполномочен Проводить Процессуальные Действия Это Еще Вопрос Который требует Выяснения Скажите пожалуйста Мне Вот Мне Должностному лицу Который Рассматривает Сейчас Данное дело Скорее всего Будет интересно Вся хронология Процессуальных действий Я Я Уверен Что вам не следует Напоминать Из чего состоит Возбуждение Административного Производства Признание Вины Опрос Отобрать Объяснения Объявления Всякие О Процессуальных действиях Давайте С самого начала Остановили Транспортное средство Это вы уже пояснили Подошли К Водителю Транспортного Средства Это были вы Да я Это были вы Объявили Как вы пояснили Объявили О том что Данный гражданин По вашему мнению Нарушает Правила дорожного Движения И пригласили его Пройти В патрульный автомобиль Для составления Административного Материала Да На что Сафронов Да Это вот Соответственно Сафронов Извините меня Юрий Евгеньевич Зовут я защитник Сафронова Забыл представиться На что Да могу Что Сафронов пояснил На данный вопрос На данное Ваше Значит Предложение Пройти Я останусь Своей машиной Останусь Да Скажите пожалуйста Я просто Могу и не знать Всей Юридической Основы ГИБДД Имеет ли право Водитель Транспортного Средства Который Привлекается К административной Ответственности Оставаться Далее Что происходило Свидетелем Чего вы являлись Дали Вот Процессуальных действий Каких Вы направились Отвар Служебный Транспортный Служебный Не 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 Подождите То есть вы ему скорее всего пояснили Да о том что водитель оказывается Оказывается Да И что стал делать Денисенко Составил административное постановление Постановление Составил постановление Да Ничего вот в этот период Больше ничего не происходило Как вот диалога с водителем Вот как вы рассказываете так оно все и есть Это ж не так давно было Передал документы Составил материал Он спросил согласен Несогласен Возражений Не имеют То есть вы еще А то есть вы еще задавали еще один вопрос Да Оспаривает ли наличие правонарушения Кому Сафронову Я не задавал вопрос Он спросил оспаривает или не оспаривает Я не сказал А вы то откуда об этом узнали Что он не оспаривает Что Сафронов не оспаривает Протеста не было никакого Был только вопрос Есть ли у вас фото и видеофиксация А то есть Вопрос о том оспаривает ли Сафронов наличие административного правонарушения Сафронову не задавался Задавался или не задавался вопрос Не задавался Не задавался вопрос Оспаривает Так Ну это мы уже выяснили Вы пояснили Что не объявлялось Да В рассмотрении дела на месте Далее что происходило Соответственно Денисенков Составил материал Что значит составил Постановление составил Да Далее что происходило Составил он постановление И так и находился в транспортном средстве Да Хорошо Дальше Я взял копию оригинала постановления Подошел к данному водителю Начал объяснять Что в отношении него составленное постановление За такое-такое нарушение Что и в случае его несогласия Имеет право обжал в течение 10 суток В случае его согласия И может оплатить в течение 20 дней Половину суммы После чего меня перебили И не дали договорить в статью 51 И все основные права и обязанности Ну вот еще раз обращаю ваше внимание Не прерывая допроса свидетеля Вот даже 664 приказ А именно 150 пункт Говорит о том Что до составления процессуальных документов Лицо в отношении которого ведется производство по делу Разъясняются статьи предусмотренные Конституцией Российской Федерации И Кодексом об административных правонарушениях Так хорошо Итак Вы принесли Как свидетель Вы принесли вынесенное Денисенковым постановление И вручили его на подпись видимо Сафронову Да Там Сафронов видимо указал о том Что он оспаривает факт наличия правонарушения Да Так Внес Внес записи какие-то Да Также он внес в постановление записи о том Что права предусмотренные Кодексом и Конституцией ему не разъяснены Это я не помню Это я не помню Ага Это вы не помните Ну ничего страшного Хорошо Так Что дальше происходило Вы взяли это постановление Что-нибудь еще Каким-то заявлением Нет Постановление не брал данный водитель начал ознакомиться с материалом Угу Постановление номер такой-то Угу Не забывайте Фамилия Денисенков Кто такой Денисенков Я пояснил что это водитель который сидит за рулем данного транспортного средства Ну то есть Денисенков это инспектор который был там Да инспектор который сидит за рулем данного транспорта Угу Который возбуждал А в транспортном средстве кто-то находился еще? Сафронова я имею ввиду, не в вашем. Я хотел вас спросить. Да, находился. Да, какие-нибудь предложения там или вопросы либо от вас, либо от Сафронова поступали, чтобы привлечь данного гражданина или гражданку, кто там находился, в качестве свидетеля. Давайте я, наверное, переуквозирую. Вам поступали какие-либо ходатайства от Сафронова? Именно вам, инспектор ДБС Малышев Александр Леонидович, поступали либо какие-либо ходатайства от Сафронова? Мне не учили поступать. Ответи на эту запись. Не поступало, да? Хорошо. Так. Сейчас пускай ответит, сейчас он запутан. Вот именно на это, да, ответит? Да. Поступали ли вам какие-либо ходатайства от Сафронова? ПВ. ПВ. Ходатайство от Сафронова ПВ по поводу ученых и привлечений. вообще какие-либо ходатайства поступали по поводу привлечения материалы дела имеются ходатайства привлечения свидетеля защитника не ходатайства были на а докуски защитников вам поступали ходатайства именно вам лично поступали ходатайства он отдавал заявлял мне ничего не водить вот и отвечать на вопрос да далее что происходило взял сафронов документы постановления что там дальше происходило хронология такая подошел денисенко вы мне вопрос задам поступали ли от вас предложение принять ходатайство самому для передачи денисенкова и что я на это ответ вы мне предлагали принять ходатайство чтобы я вам отдал ходатайство адресованные денисенкову либо заявил бы предлагали сафронову заявить какие-либо ходатайство или передать какие-то ходатайство денисенкова но он же дает уже объяснение что ему ходатайство тоже повторно ну так хорошо ну вот постановление в руках у сафронова дальше что происходило вы его взяли или как там ничего происходить или сафронов взял отнес к денисенко что там постановление копии оригинал находились у водителя дальше я проследовал к инспектору денисенку сказал то что водитель не согласен на строительном протокол мы ему передали денисенко о том что он оспаривает да спаривает данное то и решение не согласен водитель перед составлением административного протокола общался с инспектором денисенко вы наверно сейчас про постановление говорить про протокол именно протокол по постановлению ответил что он не проходил да нет помню ответ на данный вопрос водитель общался ли с инспектором денисенко перед составлением протокола нет да не помню либо опишите происходящее еще один вопрос водитель денисенков андрей николаевич разлить разъяснял ли права сафрону павлу владимирович права его обязанности в связи с составлением административных материалов протокола либо постановления я только часть слышу потому что я находился но все отвечать на вопрос да да не да здесь не помню и так далее сейчас только демобойку разводим отвечать на вопрос да разъяснялись не разъяснялись еще что-то и если разъяснялись или не разъяснил если разъяснялись получается и начните в какой момент время составления протокола или пост какие-либо ходатайства я уже сдавал по поводу ходатайства ходатайства от сафронова павла владимировича инспектору денисенкова в какой момент поступили после поставления то есть мы когда уже принесли ознакаменность что принесли постановление или протокол что принесли конкретно ознакаменность водителя конкретный вопрос задать в какой момент поступили ходатайства от сафрона павла владимировича когда вот именно вот в хронологии вот вам задавал защитник хронология происходящего вот я задаю какой хронологии поступили правильно да да вы тоже хотите да да спасибо какой момент поступили ходатайства от сафронова по хронологии событий начали составляли постановление сказали не протокол потому что с протоколом да я не знаю как поступил то есть вы не знаете вы не видели вы не знаете ли что я затруднись ответить не помню отвечать на вопрос можно чтобы свидетель так сказать вспомнил чья была инициатива позвать денисенкова к машине помните моя наверное да вы у меня спросили позвать его помните такой был вот а для чего его позвать потому что сказали что таком инспектора даже здесь может и не быть да а для чего он мне нужен был у меня в руках в этот момент вот были документы которые я писал у вас было но как постановление нет если мне шатом и желательно сейчас демагоги разводим вопрос вам понятен по поводу позатай когда поступили пишите ответ после получения постановления вот вы расскажете хронологию событий вам вы когда подошли к водителю вам поступали какие-то ходатайства вы сказали нет то есть инспектор денисенков разбираем хронологию событий инспектор денисенков вынес постановление вы с этим постановлением подошли к водителю правильно вы когда описывал как далее что происходило получил его согласие на то что данным подали виск и по денисенку с ваших слов пошел составлять фото полного и подошел к данным водителем с этим фото полом далее что происходило я не пойму далее что происходило вы сейчас не помните я уже стоял по патрульной машины то есть вы не видели что там как я уже отошел по патрульной машине чтобы отвечать на вопрос да разрешите то есть вы принесли вы принесли протокол сафронова протокол об административном правонарушении не путать с постановлением меня нету установить уже денисенков подошел с протоколом к сафронова а вы в это время пока уже пошли к транспортному средству да то есть денисенков направился к сафрону к автомобилю сафронова с протоколом административного правонарушения а вы пошли к патрульному транспортному средству не оставите живу одного одно транспортное средство хорошо так ну и что дальше все уже заканчиваем что дальше произошло все ушли все на этом все закончилось но под после этого денисевка вернулся в машину принес постановление протоколы и ходатайство ходатайство вы у него видел ходатайство это он принял в этом вы же написали уже что вы ходатайство не 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 видели вы уже там навесные против такой не принимал не проводим ходатайство он принес когда силу машину то есть интернет денисенков получил ходатайство взял протокол со всеми материалами дела вернулся к вам да вы уже в транспортном средстве находились и у меня еще один вопрос водитель сафронов он ознакомился с материалами делов была такая возможность ему предоставлено да ознакомился какие-то либо записи делал постановление постановление дело записи тоже не согласен скажите запись постановление сделано право предусмотрен статьи 51 конституции российской федерации статью 25 1 право как порядок и сроки обжалования постановления по делу административного 31 30.2 30.3 положение статьи 32.2 коапа предусматривающей обязанности уплаты административного штрафа сроки позднее 60 дней со дня поступления законной силы в положении части 1 и части 3 и 32.2 предусматривающей возможность уплаты половины штрафа в размере 500 рублей в течение 20 дней положение части 1 статьи 20 25 и 16 между дни уплаты административного штрафа установленный срок напротив этих статей вот записана запись наличие событий административного нарушения и назначено административное наказание ставится запись оспаривая а права предусмотрены выше указанными статьями не разъяснены то есть водителю водителя ознакомился с этой записи здесь это запись часто и знать себе записи при ней я вспомнил это было сделано то есть запись сделана водителя ну вас просто не появилась к возможности так как вас перебили разъяснить права и обязанности но это уж я не могу воротить вами вами ответ на вопрос то что водитель предоставлены либо не предоставлены права как вы пояснили права не разъяснялись здесь тем-то с тем-то ну это мы уже дали я имею ввиду давалась ли возможность ознакомиться с материалами дела водителя выдавались ли копии копии постановлений протоколов копии постановлений протоколов создавались ли я еще на тот вопрос не ответил давать объяснение так у меня еще вопрос будет по поводу разъяснялись вам как свидетели права предусмотрены статьей 25-6 а также статьей 17-10 задачу заведомо ложных показаний инспектором денисенко да разъяснялись и в протоколе я поставил свою опомню к подписи то есть это вы расписались да в протоколе вам были права разъяснили в своем объяснении у меня в связи с этим тоже вопрос да можно вот на обозрение свидетеля предоставить данный протокол пусть он пояснит почему он не в той графе поставил ошибки что это за запись его фамилии и подпись свидетель конечно должен расписаться подойдите сейчас сейчас пока мыслей да мыслей не надо спевать а в машине вам он разъяснил правду там про запись регистратора есть вы подумайте о машине я не помню кстати в графе в протоколе как постановление не нет графы а подпись свидетеля за дачу за эти за разъяснения так понимаю это да во первых стоит галочка ааа да так понимаю это инспектор да конечно инспектор указал денисенковым внесён он как свидетель и дам на подпись инспектору Маушу да просто не расписаться это уже наверное выбирать инспектор составивших нет ну почему форма протокола предусматривает именно свидетелем вот как раз сюда вписывается свидетель разъяснены ответственность за заведомо ложные показания права и обязанности предусмотренные такими-то статьями а дальше идет потерпевшим а здесь вот иные сведения необходимые для разрешения дела свидетель старший лейтенант полиции Малышев это и вот как раз протокол его форма как раз подразумевает фамилию и подпись именно в этой графе который данный протокол не содержит а здесь записывается фамилия свидетеля где он ставит свою подпись то есть это должно быть две вот иные сведения дополнительно вообще любые инспектор может любые сведения хорошо но я полагаю мы уже в диалог вступили на который пока не имеем мы сейчас у инспектора Александр Леонидович еще раз задаю вам вопрос вы пояснили что инспектор вам разъяснил права кодекционной статьи 25.6 КОАПРФ и 17.9 правильно подпись вы ставили в данном протоколе да в данном протоколе я ставлю мне нет вопросов так всегда ну если вопросов нету так рассмотрение делаю там все значит после этого после того как вы получили дождались Тенисенкова с документами со всеми материалами с ходатайствами скажите пожалуйста вы видели ведь ходатайства то были же рассмотрены правильно я так понимаю заявленные Сафронова удовлетворены либо не удовлетворены удовлетворены все удовлетворены ну понятно удовлетворены он уже на этот вопрос пояснил не просто если оно удовлетворяется никаких просто определений не выносится определения не выносили да все удовлетворено либо понятно то есть он пишет объясню что он не знает как он может знать но он на тот момент не знал а тут уже Тенисенков возвращается со всеми ходатайствами и вот он знает да и это мы можем сейчас догадывать только но он их видит вот он дает показания прямо сейчас нам подает показания что он вернулся с ходатайствами с оригиналом постановления там с протоколом там и так далее и дает пояснение о том что ходатайства были удовлетворены потому как определений о об отказе удовлетворения данных ходатайств не выносилось ну понятно все на этом дело дело закон дамы несколько без коротких вопросов вы Денисенкову давали объяснений какие Денисенко zenk давали объяснение давали как свидетель в case свидетеля конечно услуга в устной форме письменно не иига не расписывался не давали но такие объяснения давали в detailed в материал их нету, да. Но вы пояснили, что вы давали объяснение… не отвлекайтесь, пожалуйста, на телефон. Важно. Заодно, просторжение рабочее已经 закончилось. Да, моё тоже. Скажите, пожалуйста, вы пояснили, что давали объяснения Денисенко В материалах делала таких всеми письменных писем никаких не содержится? Поясните пожалуйста, какие объяснения вы давали Денисенко? Я видел себя, что данные водителей проследовал на заключающей нашей связ지를. А Денисенко всю свою не видел? Он тоже видел. на заданные вопросы денисенкова как свидетелю да вы ему пояснили что вы видели как сафронов больше никаких объяснений мы не дали денисенкова давал или нет да я не помню какие-то слышал ли денисенков вот наши разговоры когда вы подошли в первый раз вот представились там мог слышать окно было открыто или закрыта водительская все хорошо так далее спрашивали ли вы не решили вводить пока свидетель пишет сафронова ходатайстом к вам и зачитает на него почерпу вашему производстве находится жалоба на постановление по делам сортимого правонарушения от 22 10 2018 отношении меня по статье по части 1 статье 12-12 апреля в ходе ознакомления с материалами дела а также перед оброс свидетелей денисенкова и малышева установлены существенные процессуальные нарушения при составлении протокола административного правонарушения а именно не разъяснены не разъяснение прав привлекаемому лицу там перед составлением протокола а также стороне протокола об отсутствии привлекаемого лица считаю что при данных обстоятельствах протокол подлежит исключение из числа допустимых доказательств, как доказательства получены с нарушением закона. Что вы хотите? Записали, да? Дальше, маленькие вопросики. Спрашивали ли вы, либо видели, слышали, вернее, как спрашивали Денисенков, где я работаю и мой телефон? Еще раз. Задавал ли вопрос Денисенков? Нет, смысл, если он не слышал разговор, то мы задавали один вопрос. Вы задавали вопрос? Я не задавал вопрос. Мы одно и то же задаем, что он слышал, не слышал, задавал, не сдавал. Дело в том, что свидетель получил объяснение у меня, с самого начала передоставленное постановление передал Денисенкову, а Денисенков написал в постановлении, что я не сообщил вместо работы. Я понял ваш вопрос. Вы просто задаете, я может не прав, я может не правильно слышал, но вы задаете одно и то же. Слышал ли Малышев наш разговор? Задавал ли Малышев нам какие-то вопросы? Если он не слышал, значит, как он может задавать? Нет. Я считаю, что надо задавать вопрос Малышев у вас спрашивал. Нет, я так просто и спросил, просто вдруг в один вопрос просто хотел, чтобы поскорее с этим закончить. Хорошо. Все еще есть? Да, там еще несколько вопросов. Так, получал ли Денисенков, ну если вы, видели ли вы, что Денисенков получал от меня какие-либо объяснения? Нет. Не имею. Угу. Так. Да. И сразу в догонку, чтобы в один ответ может уложить. Давал ли я вам объяснение по существу дела? Нет. Хорошо. И спрашивали ли вы у меня объяснение по существу дела? Угу. Все. Можете записывать. Мне регламент ГИБДД нравится значительно больше, чем кодекс одной строки. Вообще прямо все так растолковано. 664-й вот выпустили. Он еще круче, чем 185-й. Ну да. Ну для нас, для водителей. Раньше уже вообще без них работали. Их не было. Представляете. Ну. Не так давно появились. Все. Так. Далее. 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 Писал ли Денисенков при вас рапорт? Если писал, то когда? Если вы видели. Рапорт содержится на первое дело. Вот. Он при вас его в машине писал или может вы видели, когда он по приезду в черную часть его писал. Вы можете ознакомиться с рапортом. Да. Он рапорт содержится. Я не помню. Я не помню. Много постов пишу. Да или нет? Да я не помню. Ну так и пишите. Не помню. Со свидетелем вы закончили? Павел Владимирович, здесь можно что ваше объяснение даны лично? Угу. Дату, подпись. Что-то. Что-то там не было. Я свою убрал просто. Ага. Можно просто с моих слов записано верно? Нет. С моих слов а лично что он написал? А он лично написал? А ну да. Объяснение написано лично. Лично собственно ручно. Дата, подпись. Я смотрю вон его каракулы. И там в моей каракулы. Если сегодня на решение не выходим. Если выходим на решение кто? На решение скорее всего не будем. Не выходим. Сейчас выход от астинг тоже не едет. Я сейчас постараюсь. Буду стараться там сейчас расставлять. Сидите, подождите. Да. Я вам сейчас принято решение сообщу, хорошо? Да. Если просто решение если будет выноситься, то я бы заключительное слово сказал. Я думаю выше на решение мы сегодня не будем. А я понял. У нас по времени не успеет. По рабочему дню. Тихо. Аккуратно. Опять скажешь, что ты пьяный. Слушай. А у вас вообще пропускной режим? Да. А не ваш сотрудник там стоит? Сотрудник по охране зданий. А что? Ну не ваш сотрудник. Он не инспектор ТПС. Он сотрудник по охране зданий. А то есть отдельный? Он сотрудник по охране зданий. Да. Понятно. Так вот еще написано. Все? Все наручено. Да, написано все наручено. А что случилось? Да так. Вопрос. Сюда просто хожу как все домой без досмотра, сказав ему привет там с газовыми баллончиками и ружьями. Интересно. В первый раз такой. Вернее не в первый раз, а просто единственное дело. Второй раз прихожу, просто говорю привет. Нет, просто блатной какой-то я не знаю. Кто блатной? Я. Не знаю. Так, я сейчас удалюсь. Иду рассмотрим. Будьте добры, подожди. Да, сейчас все. У дежурной части. Как ты закончил, да? Да, да. Все сейчас, да. У дежурной части. Да, да, да. Подожди. Там лайк поставьте, что я там еще сказал. На канал подпишись. А, и подписывайтесь на наш телеграм и инстаграм. Ссылки будут в описании. Вот. Все. Всем удачи, всем пока. Бреките свои права. Пока.